Так, всем привет! Меня зовут Александра Импакян, и я буду рассказывать про одну нелегальную технологию, которую я придумала для того, чтобы получать доступ к научной информации. А также о том, как это всё связано с демократией. Ну, как нам всем известно, понятие демократии очень сильно, в принципе, переплетено с понятиями свободы информации. Древняя демократия, к примеру, существовала в Афинах, в VI веке до н.э., у древних греков. И она заключалась в том, что все граждане города собирались на большое собрание, где устно обсуждали какие-то государственные проблемы и принимали коллективные решения. И тогда уже в демократии она была тесно связана со свободой слова. Ну, причём свобода слова – это была, скорее, даже обязанность каждого гражданина, а не право, как сейчас. То есть была свобода информации в виде свободы устного слова. Ну, дальше наступает средние века, в принципе, демократия исчезает примерно на 10 тысяч лет. И в средние века эти заканчиваются только где-то к XV-XVI веку. Тогда люди изобретают уже печатный станок, начинают печататься в больших количествах книги, журналы, газеты. И люди начинают бороться за свободу печати или за свободу прессы. То есть за то, чтобы газеты могли, к примеру, печататься без лицензии, чтобы в газетах можно было свободно критиковать государство и так далее. И получается так, что свобода прессы, она становится как бы эквивалентом политической свободы в целом. И уже вот в этой атмосфере формируются наши новые, уже современные демократии. И, естественно, основной чертой демократии считается именно свобода прессы или свобода СМИ. Что можно видеть по высказываниям государственных лидеров и государственных общественных лидеров того времени. Ну, к примеру, вот Несса Манделла, Махат Маганди, вот отец-основатель Соединенных Штатов Америки, Томас Джефферсон, к примеру, говорил, что наша свобода зависит от свободы прессы. И последнюю нельзя ограничить без того, чтобы ее не потерять. Ну, в 20 веке, как известно, технологии развиваются очень бурно. Появляются радио, телевидение, позже компьютеры, интернет. И вот, наверное, в связи с этим свобода слова, свобода прессы, они как-то вот сливаются в более такое широкое общее понятие свободы информации в целом. И также, где-то примерно в середине 20 века в Соединенных Штатах Америки принимает такой вот закон о свободе информации, согласно которому государство обязано раскрывать гражданам свою информацию. То есть, к примеру, публиковать в открытом доступе какие-то секретные документы и так далее, чтобы граждане могли участвовать в управлении государством. И вот это вот право на получение информации, право знать, оно примерно в 2000-х годах очень бурно обсуждается на государственном и международном уровне. И даже вот Организация Объединенных Наций публикует в 2010 году такой вот замечательный отчет с очень интересным названием. Свобода информации, право знать. Ну, название действительно замечательное. Но если заглянуть в этот отчет, то можно убедиться, что, собственно, о праве знать в нем абсолютно ничего не сказано. И почему, я дальше объясню. Ну и также вот сегодня стало, вот, к примеру, в 2000-х годах и до сегодняшней дней стало модно составлять разные рейтинги государств по степени их демократичности. Ну, то есть есть как бы свободные страны, где демократия, и есть авторитарные, где ограничивается свобода граждан, свобода прессы и так далее. Ну, вот, к примеру, я родилась и выросла в Казахстане. И согласно по вот такому вот отчету, Казахстан – это страна скорее авторитарная, без свободы прессы. Ну, то есть, иными словами, с цензурой. Ну, вообще, если, конечно, говорить о цензуре, то что такое цензура в современном мире? В современном мире цензура – это, прежде всего, ограничение доступа к интернету, к интернет-сайтам, потому что все СМИ уже давно работают в интернете. Ну, вот, получается, у нас в Казахстане, когда это, где-то в 2008-2011 году был заблокирован такой сайт LifeJournal. Это такая в то время была очень популярная платформа, где каждый человек мог зарегистрироваться и свободно писать любые статьи и распространять любую информацию. Ну, и вот в связи с тем, что, ну, по официальной версии LifeJournal использовали террористы, доступ к нему был заблокирован в Казахстане. Ну, конечно, в том времени уже давно появились технологии, которые могли любую вот эту вот блокировку государственную обходить. Сейчас вот для обхода таких блокировок используется в основном технология BPM, ну, иногда TOR. Ну, а еще тогда, наверное, в те годы гораздо удобнее было использовать такие специальные веб-сайты, которые назывались анонимайзеры. Вот скриншот такого сайта. И работало это так, то есть ты заходишь на этот сайт, сначала берешь ссылку, например, на статью в живом журнале, которую ты хочешь прочитать. Потом заходишь на этот сайт, вставляешь туда эту ссылку, на эту статью, нажимаешь кнопку «Открыть», вот, и эта статья открывается без всякой блокировки. И я вот, в принципе, очень активно использовала этот сайт. И в то же время, примерно, получается, в 2008-2009 году я училась в университете, и тогда я прочитала в интернете, что есть такая новая технология, которая называется нейрокомпьютерные интерфейсы. И с помощью этой технологии можно подключать свой мозг напрямую к компьютеру. И, в общем, тогда меня это все очень вдохновило. И я тогда думала, можно ли, к примеру, через провода напрямую соединить свое сознание с компьютером и чувствовать, как бы, все те вычисления, которые там происходят. Ну, а если говорить вообще о том, для чего эта технология применяется, то так можно, к примеру, силой мысли управлять курсором мышки на экране, или силой мысли печатать текст какой-то. Ну, и, конечно, это имеет медицинские применения. Вот, к примеру, есть такие состояния, когда после инсульта или какого-то другого повреждения мозга человек остается полностью парализованным. Ну, причем совсем, то есть он не может даже говорить. Но при этом его мозг абсолютно здоров и работает. То есть человек, как бы, получается, заблокирован внутри своего тела. И вот с помощью этой технологии человека можно разблокировать. То есть подключить его мозг напрямую к компьютеру, и он, к примеру, сможет набирать текст какой-то. В общем, мне вот это вот все так заинтересовало, и я решила свой диплом в университете посвятить вот этой технологии, нейрокомпьютерным интерфейсам. Ну, я еще тогда училась на специализации информационной безопасности, и мой научный руководитель сказал мне, что тема моего диплома обязательно должна быть связана с безопасностью. Вот. Я тогда еще немножко подумала и решила, ну, напишу про то, чтобы вводить пароль силой мысли. И, в общем, села я работать над дипломом. И так как эта тема, она довольно сильно связана с наукой, с научными исследованиями, то все материалы, которые были мне нужны, они были опубликованы в так называемых научных журналах. И существует такая проблема, что научные журналы, ну, особенно вот на то время, это был 2009 год, они все находятся в платном доступе. То есть, к примеру, для того, чтобы прочитать какую-то статью в этом журнале, нужно заплатить, ну, примерно 30 долларов. Иначе доступ к ней закрыт. И мне вот, я помню, тогда нужно было прочитать для своего диплома где-то около 100 статей. Вот, когда я пыталась открыть какую-нибудь статью, то я видела, что доступ к ней заблокирован, и чтобы его разблокировать, мне нужно заплатить примерно по 30 долларов за каждую статью. Ну, в общем, тогда мне это, конечно, казалось, что это вообще просто какие-то невероятно огромные деньги. И я сделала по-другому. Ну, сначала, конечно, очень долго искала в интернете, и все-таки нашла способ, с помощью которого эти статьи можно было просто своровать. Ну, то есть, бесплатно получить доступ к этой информации. Ну, это можно было сделать через университетские прокси, пароли от которых выкладывались на хакерских форумах. Вот, и изрядно помучавшись, я тогда подумала, что вообще было бы неплохо создать какую-нибудь программу, которая позволила бы воровать такие научные статьи автоматически. То есть, бесплатно получать таким статьям доступ. Тогда я думала, что это должно выглядеть, что это должно быть что-то вроде такой вот пиринговой сети, то есть такая децентрализованная сеть. Почему? Ну, в то время еще была популярна такая программа Емуль. Это тоже децентрализованная сеть, ну, похожая на торренты. И с ее помощью я тогда где-то на втором курсе скачала просто огромное количество научно-популярных фильмов, которые с удовольствием смотрела. И вот я думала, что что-то похожее нужно сделать и для научных статей. Ну, это бы работало так, то есть человек устанавливает себе вот эту программу на компьютер, затем идет в свой университет, где он там работает или учится. И университетка, соответственно, подписана на какие-нибудь журналы. И тогда, пока человек находится в университете, у этой программы есть доступ к журналам бесплатный. А, к примеру, другой человек сидит дома и тоже запускает у себя эту программку. Программка отправляет запрос вот в эту сеть. И статья скачивается бесплатно через какой-нибудь компьютер, который в данный момент находится в университете. Тогда я еще пыталась обсуждать как-то эту идею на вот этих хакерских форумах, но я помню, что никакого особого интереса она не вызвала. Но если бы я ее тогда реализовала, то, скорее всего, она называлась бы SkyNet. Ну вот. В общем, я закончила свой университет и решила поступать на PHD-программу, ну, то есть в аспирантуру в Соединенные Штаты Америки. То есть я читала в интернете, что если ты гений, то ты сможешь легко поступить в какую-нибудь аспирантуру за границей, к примеру, в MIT. Поэтому я подумала, что мне не составит труда и поехала в Америку, но, вопреки моим ожиданиям, меня почему-то никуда не взяли. Ну, так что где-то в 2011 году я была опять дома в Казахстане и работала веб-программистом. Ну, я создавала разные программки, там, веб-сайты, скрипты на языке PHP. И в то же время общалась на разных форумах в интернете, где сидели ученые. Сейчас у нас все общение в интернете ведется через социальные сети. А в те времена, ну, где-то еще в 2010-2011 году, еще были популярны форумы. Ну, это другая технология и более демократичная, чем социальная сеть, потому что в социальной сети как? Миллионы или миллиарды пользователей. И все это управляется какой-то одной компанией. А форумы, они, конечно, были более децентрализованными. То есть каждый форум стоял на своем отдельном сервере, и их было огромное количество. Форумов по разным темам, в том числе научные. И я вот тогда общалась на форуме, который был посвящен молекулярной биологии. Но основное тело для обсуждения на этом форуме, да и на других научных форумах, была вовсе не биология. А самым популярным вопросом было то, как получить доступ к информации в этих научных журналах. Ну, вот это вот была та же самая проблема, с которой я еще тогда столкнулась, когда писала свой диплом. То есть человек пытается читать какие-то научные статьи. Эти научные статьи платные, и эти цены очень высокие, как для самого исследователя или студента, так и для университета, где они работают. И в итоге получается, что доступ к информации закрыт. То есть и человек, соответственно, идет на такие научные форумы и размещает там запрос, то есть помогите, пожалуйста, и просит, чтобы кто-нибудь, у кого вдруг есть доступ, отправил ему вот эту вот научную статью из журнала по электронной почте. И, в общем, такими запросами помогите были заполнены все форумы. То есть проблема была довольно острая. Ну, и как я уже тогда еще раньше рассказывала, у нас в Казахстане был заблокирован живой журнал, и чтобы читать статьи из него, чтобы вот обходить эту государственную блокировку, нужно было заходить на специальный сайтик, вставлять туда ссылку, нажимать кнопочку, и статья из живого журнала открывалась. И вот тогда, ну, как бы, меня осенило, ну, я подумала, ага, ну, вот надо сделать абсолютно то же самое, только не для живого журнала, а для научных журналов. Вот такая идейка пришла, и на ее реализацию у меня ушло где-то дня три, чтобы запустить этот проект. В общем, я запустила сайт, разместила на форуме молекулярных биологов объявление о том, что теперь вот есть такой сервис доступа к научной литературе, который позволяет скачивать научные журналы автоматически. И стала рассылать разным людям вот это объявление. И когда человек вот узнавал о том, что вот такая технология появилась, пробовал, что она работает, то люди, конечно, просто танцевали от радости. То есть меня, конечно, никто не ругал там, никто не говорил, вот это же нехорошо, там, воровство или нарушение закона. Нет, такого не было. Наоборот, все только очень радовались, благодарили, ну, и хвалили меня. Сначала сервис приобрел огромную популярность в российском научном сообществе, а затем про него узнали в других странах, там, в Индии, Иране, Китае, ну и так далее. И пользователи хлынули на сайт оттуда просто каким-то огромным потоком. Например, было много пользователей из Ирана, которые говорили, что так как их страна находится под санкциями, то они, в принципе, не могут даже легально, то есть платно покупать подписку на эти научные журналы. Ну вот, Сайхак, в общем, появился в 2011 году. Но сама вот проблема доступа к этим научным журналам, она обсуждалась гораздо раньше, то есть еще с 90-х годов. Ну, пожалуй, вот первым человеком, который поднял обсуждение этой проблемы, был физик Пол Гинспорг. И в своем интервью журналу Time он рассказывал о том, что вот эти научные издатели, они ведут нечестный бизнес, зарабатывают какие-то огромные доходы, ограничивают доступ к информации, и, в принципе, ему бы хотелось увидеть, как вся вот эта вот система, она просто рухнет. И он предложил еще свой проект Archive.org. Ну, это такой веб-сайт, где ученые могли бы выкладывать свои научные статьи в открытый доступ. Дальше, где-то уже в начале 2000-х годов, проблему вот этого закрытого доступа к научным журналам обсуждается, среди ученых очень бурно, появляется вот такой журнал PLOS, Public Library of Science, который основали, кажется, биолог, вот биолог Майкл Айзен, потом лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Гарольф Армус и биохимик Патрик Браун. И когда этот журнал запустился, то Майкл Айзен запустил открытое письмо, где призывал ученых, как бы, отказываться от издательств, которые работают по модели закрытого доступа, то есть платного, и ограничивают доступ к информации. И вот это вот письмо, оно тогда циркулировало, и набрало где-то 34 тысячи подписей из 180 стран. И вот так в науке постепенно оформилось движение за открытый доступ. Ну, то есть ученые, они выступают за то, чтобы вот доступ к научным журналам был бесплатным. И, в принципе, появляется много разных бойкотов и прочих мероприятий, направленных на то, чтобы победить вот эту вот систему. И, к примеру, один из самых известных бойкотов, это тот, который организовал такой авторитетный математик Тимоти Гауэрс в 2012 году. Бойкот против издательства Эль Сивер, которое давно заработало в научном сообществе такую вот репутацию корпорации зла из-за своих вот практик. И тогда его открытое письмо, оно набрало где-то 17 тысяч подписей. Ну вот, и, в общем, где-то вот начиная с 90-х годов эта проблема обсуждалась, но за 20 лет никаких результатов не было. То есть научный журнал, доступ к научной информации так как продолжал оставаться закрытым. Ну, то есть, видимо, все-таки вот эти вот корпорации, они оказались сильнее научного сообщества. Вот, ну, и вот тогда вот появился в 2011 году Сайхаб, который стал решать вот эту вот проблему технологически. То есть вот эта вот технология, которая позволяет разблокировать доступ. Он, в общем, за 9 лет он вырос очень сильно. Сейчас там на Сайхаб каждый день заходит где-то полмиллиона пользователей. Ну, и в базе находится уже около 85 миллионов научных статей. Но по текущим законам, как бы, вот эти вот научные журналы, они все-таки являются интеллектуальной собственностью научных издательств. И поэтому свободный доступ к ним и их распространение, как делает Сайхаб, он приравнивается чуть ли не к воровству. И называется пиратством. Вот. И причем вот эти вот законы, они действуют абсолютно во всех странах мира. То есть доступ к научным знаниям сейчас абсолютно во всех странах мира является нелегальным. И на Сайхаб постоянно подают в суд, ну, первый судебный был от статиста Эль Сивер и других научных издателей в 2015 году. И тогда американский суд оштрафовал Сайхаб на 15 миллионов долларов и запретил юридически его деятельность в Соединенных Штатах. И это случилось, причем, несмотря на то, что общественное мнение, оно было практически целиком и полностью на стороне Сайхаб, то есть на стороне свободного доступа к научной информации. Вот. Но, несмотря на это, деятельность проекта признали нелегальной. Вот. Ну, правда, я, конечно, не платила ни штрафов, и Сайхаб так и продолжает спокойно работать в Соединенных Штатах. Так как, ну, в целом, запретить, заблокировать его, это не так уж легко. Ну, к примеру, вот в таких вот странах, как Франция, Италия, Россия, доступ к сайту Сайхаб заблокирован на уровне провайдера. Ну, в принципе, пользователи могут получать доступ к сайту либо вот через технологию VPN, либо через альтернативные адреса. Ну, теперь возвращаясь к тому отчету, к тому документу, о котором мы говорили в самом начале доклада, то есть право знать свободы информации. Если вы, конечно, почитаете этот документ, то увидите, что вот ничего, собственно, о проблеме с доступом к научной информации, об этом там не сказано вообще ни слова. Весь отчет касается только свободы классической вот журналистики и свободы прессы. Но почему-то вот такой вот важный вопрос там упускается. Почему? Ну, возможно, причины этого, они какие-то идеологические. Ведь в данном случае, если касаться именно доступа к научной информации, то цензура, а это именно цензура, ведь получается, что доступ к научным журналам как бы закрыт, и их свободное распространение, оно фактически запрещается. И вот в данном случае вот эта вот цензура, она как бы осуществляется не напрямую государством, а через какие-то капиталистические механизмы. Вот. И, возможно, из-за этого вот эта проблема, она выпадает на какое-то слепое пятно. Ну вот. Спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...